Добрый день дорогие мои друзья, любимые мои подписчики и гости моего канала, которых я приглашаю на свой канал подписаться. Друзья, сегодня я хочу рассказать вам об ирисах, вы наверное удивитесь. Вы знаете, это такой цветок, который часто встречается во множестве садов, но мне захотелось сегодня все-таки поподробнее его разглядеть, его изысканность, его красоту, за что-то мы его любим. Уже наверное 4000 лет он культивируется. Ну, я надеюсь, это видео здесь будет и о живописи, и об истории, о легендах, всего понемножечку расскажу. Надеюсь, вы получите удовольствие, напишите мне потом. Друзья, свое имя, цветок ирис, получил в Древней Греции по имени богини Ириды, которая, посланница богов, сходила по радуге на землю. И поэтому слово ирис в переводе с греческого означает радуга. И название этому цветку дал Гиппократ, греческий врач, который жил в 4 веке нашей эры. Цветки ириса известны с очень древнейших времен. И вот сейчас будет картинка на острове Крит. Фреску нашли, которой 4000 лет, и там изображен жрец, окруженный ирисами. Ну а дальше я вам покажу миниатюру персидскую, тоже из древних книг, из древнего персидского эпоса. И, конечно, в медицине использовали корневище, содержит эфирное масло, поэтому иногда даже в духи добавляют, но получается очень дорогое масло, поэтому особого применения не нашло. Но вот интересно, что в Азербайджане из лепестков варят варенье. Вот это я никогда не слышала. Ну и в кондитерские изделия могут добавляться как ароматизаторы. Про свои ирисы, это все ирисы из моего сада, друзья. Они очень имеют тонкий и некоторый довольно назойливый такой запах. Вот не сильный, а вот какой-то острый такой. Это только некоторые. Ну а так очень тоненький, тонкий-тонкий аромат. Ну интересный момент вот с названием, потому что разные народы по-разному называли. И даже у нас вот на Украине где-то петушок называют, касатик, певник, вот такие названия. Но еще интересно то, что французы первое время путали его с лилиями и называли лилией. Ну ирис, вы знаете, довольно неприхотливое растение. На всех континентах везде можно встретить. И сейчас насчитывает около 800 видов различных. Я знаю, что у нас в Никитском саду, в Крыму замечательный проходит бал ирисов. И как-то мне довелось, посчастливилось посетить такой бал ирисов. Конечно, там разнообразие просто удивительное. Ну и, друзья, я чуть-чуть расскажу, что он любит. Он, конечно, любит поверхностную посадку. Вот я сделала ошибку, и два сорта у меня не цветут. Ярко-желтый и голубовато-белый, потому что посаженные заглубило, они не цветут тогда. Ну и они не любят очень большой полив. Полив только во время цветения. Главное, не заглублять корни. На одном месте растение до 7 лет. Ну, 4-7 лет может расти без пересадки. Ну, вы знаете, что о цветах немало легенд, сложенные поверий. И вот у мужчин считается, что ирисы пробуждают мужество. И вообще это считается мужественным цветком, таким мужским. То есть, а у женщин говорят, что пробуждает нежность. И верили, что если в доме хранится корень ириса, то он защитит от влияния злых людей. Еще интересно, знаете, факт, что окрестности Флоренции усыпаны ирисами, поля целые. И римляне дали название Флоренции именно вот цветущая в связи с тем, что вот такие поля разноцветные ирисов были. Ну, еще немножко о Франции. Вот король Франков Хлодвиг, еще в незапаментные времена, это 4 век получается, он повел свое войско во время, вот там война была, и он увидел цветущие ирисы в воде. Еще и водяные бывают ирисы. И он понял, что там мелководье и спас свою армию, ну вот такая легенда. И с тех пор, вы знаете, у французов считается ирис символ власти. Он сделал ирис своим символом, король Хлодвиг. Ну, а в России ирисы стали разводить в садах с 17 века. Ну и, друзья, нашла стихотворение, еще вам для настроения. Изящно хрупкие лепестки лиловых сумерек покой, Пустыни огненной пески и моря синего прибой. Они возникли из мечты среди туманов и ветров, Ирисов легкие цветы, как дым давно забытых снов. Ириды страстной томных чар, касаясь их не избежать, Богине радуг чудный дар направлен взоры ублажать. В своей таинственной красе весенней свежести полны, Так ослепительны в рассе и так изысканно стройны. Ну и, конечно, друзья, в живописи ирисы очень часто изображались, потому что это такой изысканный цветок, вдохновляющий художников, поэтов. И вот сейчас я вам покажу несколько Винсента Ван Гога репродукций. Ван Гог, вы знаете, в тяжелые времена, за год до смерти, Это был 1889 год, он находился в больнице для душевнобольных, И усиленно занимался живописью, надеясь сдержать свою болезнь, друзья. Ну, чувствуется японская немножко техника, которой он был увлечен в это время. Также, друзья, я покажу сейчас вам еще репродукции Мане. Мане и Ван Гог – это импрессионисты. Ну, вы увидите, насколько это разная техника и разное видение мира. Вот сейчас, друзья, две репродукции Мане. Ну, вот это работа из самого начала века. Видите, какая разница? Он любил работать на пленэре. И вот главное было для Клода Мане именно впечатление. Вот то, что он почувствовал, а не детализация, да, как мы с вами ожидаем. Ну, вот, друзья, надеюсь, вы получили удовольствие, узнали много интересного. Потому что чем больше наши знания, шире наш кругозор, и чем больше мы способны воспринимать красоту мира, тем более счастливыми мы себя ощущаем в этой жизни, чего я вам и желаю. Друзья, надеюсь, до конца вы досмотрели, узнали много нового. Я очень рада, счастлива, что вы со мной, дорогие мои друзья. Вот я также, проза жизни, говорю о том, что я сдаю жилье. Если кто-то интересуется бюджетным жильем на южном берегу Крыма, в Алубке, то, пожалуйста, сейчас будет ссылочка, наверху подсказочка, обращайтесь ко мне. И также на канале есть телефон, ватсап и вайбер мой. Ну, а я вас люблю, шлю вам приветы. Привет из Крыма. Вот такие розы у меня цветут, уже цветают. И с вами, как всегда, была ваша Евгения. Люблю вас, целую и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова